Здравствуйте! Меня зовут Леня Смарагдова, и с вами рубрика «Сделано на коленках». Сегодня у нас батл. Банкси? Банси, не бэнси, банси. Правильное предсношение на английском языке. Против тёплых остановок. Проведём ликбез. Что это было и что с этим делать? Итак, уличный стрит-арт появился в 70-х годах в Америке. Где художники делали такие определённые росписи. И только художник, который занимается стрит-артом, мог прочитать эту надпись. И самое крутое — это застолбить как можно больше таких кошачьих меток по всему городу. Эпопея — это когда ты делаешь полностью роспись с такими красивыми каллиграфическими буквами на вагоне метро. И теперь практически весь город принадлежит только тебе. И у нас, как в песне, вокруг шум, пусть так не кипишуй. Я пытаюсь снимать уже в 12 ночи, но всё время что-то гудит, говорит. И вот к нам пришла пухляша. Она просто ждала, когда я включу камеру, чтобы начать говорить. Пусть говорят. Мы не обращаем на это внимания. Итак, у нас есть стрит-арт, зарождённый в Америке. Я не буду проходить по всей истории, и сразу перейдём к Банкси. Банкси — это художник, который застолбил за собой социальные темы. И сейчас они ассоциируются только с ним. Он был и есть загадочный мужчина или женщина, может быть, команда, против всего плохого и за всё хорошее. Итак, сейчас мы приведём сравнительную характеристику. Банкси работы и тёплые остановки, бесславные ублюдки. Промахи этого проекта. Что можно было сделать по-другому, и почему я осталась недовольна. Итак, Банкси использует абсолютно понятные и знакомые образы. Он создаёт такой коридорный город виртуальной реальности и создаёт искусство, которое могло бы быть здесь, но его не было до этого. Например, на различных площадках или, господи, как это слово, телефонной будке, он создаёт огромное количество различных таких прослушивателей. И когда человек погружается в эту будку, соответственно, вокруг него стрит-арт, который все прослушивают. Он сделал великолепную работу на тему Палестины и Израиля насчёт этой бесконечной границы. «А мы любим Израиль», и он сделал как гостиницу, так и стрит-арт, который как бы должно было быть по-другому, если бы всё было бы идеально, была бы дружба между народами или хотя бы такое братское понимание и взаимодействие. Он использует детей, показывая словно Диккенс вот этих бедных сироток, которые оказались в агонии и как загнанными в социальные рамки, такими определёнными рабами этой ситуации. Потому что дети действительно, они могут только принимать эту реальность, но они не могут её уменять. Они заложники всегда из ситуации взрослых людей, заложники системы. Они не осознают, что может быть как-то по-другому. И для этого мы после этого ходим в психотерапевту. Он использует, он делал классную работу «Девочка с шаром», которая вот как бы улетает. Он использовал образы карикатурные полицейских, любовников, мышей, всего того, что нам знакомо. И в отличие от тех ребят, которые работали в Нью-Йорке в 70-х годах, где они расписывали здания, поезда и всё, что они могли застолбить, и это было элитарное искусство, которое прочитать мог только человек, который занимается стрит-артом или искусством, то Банкси, наоборот, брал такие понятные карикатурные образы и внедрял их в жизнь. На каждое мировое событие он появлялся в этом городе или в этой стране и делал определённый стрит-арт, рассказывающий о несправедливости мира, но это нету такой, знаете, боли. Это, скорее всего, про «я с вами солидарен, я бы хотел изменить этот мир». Особенно его интересный стрит-арт, когда он ходил попасть в музей и размещал свои работы в разных музеях. Там Лувр точно был, дальше я не помню, как всегда, девичья память. Я вам внизу оставлю ссылку на лекцию замечательной искусствоведа. Кулик, по-моему, её зовут. Ну, я всё время, я её слушаю периодически, но я хреновая память на фамилии. И именно, в общем, я оставлю в описании. Про Банкси вы узнаете достаточно подробно. Основная моя ошибка, проходя уже вот три года, пройдя этот путь без тёплых остановок, заключается в том, что я не соблюла баланс. Банкси рассказывает истории, актуальные для каждого человека, показывает ту реальность, которая бы могла быть, или, например, показывает свою грусть о чём-то, или своё сожаление. Но это милые, добрые образы. Целующиеся полицейские, или там писающий мальчик, мужчина в этой вот британской шапке, в красном костюме на стену, что все они люди, все они человеки. Девочка, которая обыскивает военного, он играет с этими образами. Он ни к чему не призывает, он просто рассказывает историю. Он просто дополняет город теми моментами, которые могли бы здесь быть, и органично вписываются. Такая определённая виртуальная реальность. Мой косяк основной по тёплым остановкам заключался в следующем. Я приехала из Лондона. Безусловно, я была проникнута, пронизана британской школой искусства. Я училась в Сан-Мартине. И, безусловно, я очень хорошо наблюдала за карьерой Банкси, ну и, конечно же, нашего мальчика Ромы Абрамовича. Но в чём ключевые разницы? Банкси до сих пор создаёт своё такое скрытое лицо hidden faces. То есть никто не знает, команда ли это, или это люди. Безусловно, кто-то знает. Но мировой общественности он неизвестен. Он появляется где угодно, в любой точке мира. И может исчезнуть, появиться и исчезнуть. Но он очень хорошо всё фиксирует. Два года бесславных ублюдков, тёплых остановок. Я тоже соблюбляла определённое такое инкогнито. Я была таким определённым hidden faces, рассказывающим историю transaction art. И я видела, что это работает. Я появлялась в этом городе с конца ноября по февраль, в самое холодное время года. И начиналась заниматься искусством. В отличие от Банкси, у меня произошёл очень мощный перекос. Я начала увлекаться инженерными конструкциями, начала увлекаться призывом конкретным к действию, строительству тёплых остановок, о том, что этот объект должен был материализоваться. Знаете, как ни странно, сейчас строят, я всё знаю, строят, так что всё удалось. Но Банкси не призывал никаким действиям. Он просто показывал эту реальность. В отличие, если Банкси брал ребят, которые с узнаваемыми образами, мы всегда узнаем в любой стране, в любой мире образы полицейского, военного, ребёнка, мышей. И эти образы, которые бессмертны и везде актуальны. Я же наоборот сделала, что всеми героями этого города, города Екатеринбурга и проекта «Бесславные ублюдки» стали сами горожане, которые живут здесь и сейчас, которые работают в разных структурах, начиная от журналистов, заканчивая бизнесменами, деятелями культуры, искусства. Я сделала их лица реальными, я не сыграла на том, что на общих понятных образах, на которых играл Банкси. И это сработало у Банкси. Если ты работаешь с ребятами, которые живут в конкретном городе, в СНГ, в России, в Украине, это не голливудские звёзды, понятно, что немножко популярность проекта за пределами УРФО, Уральский федеральный округ, будет ниже, потому что герои, которые находятся в Екатеринбурге, они не актуальны для героев, которые живут в Москве. И эти все ребята, они не актуальны для людей, которые живут в Лондоне и в Нью-Йорке. Вы понимаете про то, что Банкси сделал шаг на умнее и взял именно образы, понятные в любой стране. Я брала реальных людей, которые тоже куражились так же, как и я, и тоже помогали двигаться к конкретному проекту. Второй момент, который я считаю стратегической моей ошибкой именно как художника, это в том, что изначально бесславные улюбки начались с того, что на остановке потеряла сознание девушка. Она потеряла, ожидая общественный транспорт на холоде сознания. Это случаи не идентичны. Банкси, взяв беззащитность детей, он использовал эти образы в каждой, часто очень в своих работах, неважно, делал ли это он в Британии, делал ли он это во Франции, делал ли он это на территории Палестины, неважно. Он брал образ ребёнка. Что бы сейчас делала я? Безусловно, я бы взяла бы образ беззащитной женщины. В искусстве транзакшн-арт наоборот, образ женщины с закрытым лицом, с перевязанной верёвкой головой, обнажённая в пастических позах, она раскрыта максимально. Вот эта вот беспомощная обнажённость и вот эта беспомощная боль. Использовала я эти образы в тёплых остановках ни разу. У нас был единственный момент, это когда делались дольмены из снега такие огромные напротив Урфу, сейчас Урфу, по-моему, называется Урфу. Упи это тогда называлось, там произошло объединение университетов, возможно, поменялись названия сейчас. С табличкой здесь замёрзла студентка Анфиса. И второй образ, именно женский образ, такой вот обескураживающей красоты женского тела. Это случилось благодаря как раз журналистке Маше, которая стала сексимволом проекта, которая тестировала в купальнике в Минус 100 первую тёплую остановку, которая была создана конструкторами из Новосибирска. Тоже получилась очень забавная история, тоже скину ссылку на описание, где вы можете быстро посмотреть все эти ролики, чтобы не углубляться. Я пропустила этот момент, хотя я на самом деле могла его максимально развить в проекте «Бесславные ублюдки», именно как художник-стритарь, уличный художник. Что было у нас общее с Банкси? Он брал город, он делал вот эти вот, как дополненная реальность, что здесь бы абсолютно органично вписалось, но до него этого не было. Я взяла город Екатеринбург тоже как такую галерею большую для реализации творческой задачи. Что сделал Банкси, почему он намного умнее меня? Он не стал уходить вот в эти вот узконаправленные, как образы, понятные только на одной территории. Он брал шире. Что еще можно было сделать? Например, за счет того, что я на тот момент не очень хорошо разбиралась в пиаре, в маркетинге, и мозг мой был полностью уже тогда перекошен между искусством, а чем я занималась, да, социальной темой, политикой, или все-таки я художник. У меня в голове получился такой мощный компот через два года, и я не отстояла даже для самой себя, чем я занимаюсь на самом деле. Что сделали коллеги из рекламного агентства «Восход», кстати, о них я узнала только через год, как я закрыла проект, и оказалась в городе Москва, познакомилась с человеком, который мне как раз говорит, о, вот до тебя еще, до теплых остановок, делали вот такую классную штуку, ты с ними знакомая, такая, блин, покажите. Что делали ребята? Они взяли тоже социальную тему, тему, как говорят в России, во всем виноваты дураки и дороги. Они взяли тему ям на дорогах, которые не ремонтировались, и чтобы это все усилить, тоже, если я найду в интернете ролик, я вам скину его в описании. Кстати, не забудьте подписаться и поставить лайк на мой канал, у меня цель до конца лета собрать тысячу подписчиков. И мы продолжим. «Восход» сделали очень такую грамотную, стратегически выверенную конструкцию, но они все-таки профессиональные пиарщики, и ребята, если вы не смотрите, вы реально крутые. Они взяли, сделали ночную съемку ям, которая находится на дорогах, и они нарисовали портреты политических лидеров города и региона с такими открытыми ртами, засняли это все. И на следующий день они засняли о том, как эти же самые стрит-арты вокруг ям, рабочие, администрации, разумеется, все это стерли, как будто бы этого никогда не было. И здесь получился такой интересный резонанс. Ребята отправили этот проект свой в различные американские и европейские СМИ. На базе вот этих двух съемок ночных, о том, как они создавали стрит-арт, ну, предварительно рассказав историю, в чем там сложность, и о том, как это стерли, да, собственно говоря, вау, они выиграли на этом ролике «Канские львы» по социальной рекламе. То есть, по сути, этот проект занял, ну, может быть, там подготовка была месяц, но никак не 8 лет, как у меня. Здесь я стратегически, можно сказать, проиграла, если говорить именно как о действиях художника. Я на тот момент потеряла полностью дезориентацию, и получилось с таким жутким компотом в голове, что я уже не понимала вообще, что я делаю, но двигаться я могла исключительно как художник. И здесь получается еще такой интересный момент, что помимо того, что я с искусства, да, вот этот баланс, тонкая грань, все больше уходила в тему инженерных конструкций, хотя я всем официально говорила, ребята, я не строитель, я художник, и я никогда не буду заниматься стройкой. Блин, а что ты тогда делала все 8 лет, спросите вы? Я художник, я так вижу. У меня может быть только один ответ. Пухляша сейчас обдирает единорожку, потому что она реально ждала, когда включится свет, зажгутся звезды, и создавать очень много возбуждающей энергии вокруг нас. Итак, вернемся к бесславным ублюдкам. За счет того, в принципе, у нас были очень классные проекты, опять же, ссылка находится внизу. Я еще пока до конца не научилась, как пользоваться всеми этими федечками от YouTube, и, честно говоря, пока не охота заморачиваться за монтаж, просто я понимаю, что я иначе это брошу, если буду много уделять этому времени. Итак, у нас было очень много классных перформансов, видеоарта. Ребята действительно, горожане поддержали этот проект, эту социальную активность, да, но поддержали художники, стали возникать карикатуры, мультики, видеоарт, перформансы, и все, что только могло возникнуть вокруг темы теплых остановок. Но в отличие от ребят из группы Восход, в отличие от Банкси, я не знала, что с этим всем делать. Я просто делала, и все глубже и глубже вязла в теме той, что я хочу заниматься строительством. Я налаживала связи со стройками, я встречалась с ребятами из администрации, проносила им планы, рассказывала идеи. Это была, в принципе, самая большая моя стратегическая ошибка. Я перестала заниматься искусством. Отсюда у меня начались очень сильные внутренние конфликты. Мой мозг был, мой, настолько зашорен, и я настолько запуталась сама в себе, и что я хочу вообще делать, и от этого проекта, и что я делаю. Что, в принципе, классный проект, который мог бы получить больше известности, большую популярность. И он абсолютно органично вписывается в Transaction Art с этими закрытыми лицами, с пастическими позами. Ведь все началось с девушки, которая потеряла сознание, ожидая общественный транспорт. А как мы выглядим? Мы выглядим достаточно беззащитно. Образ женщины, обнаженной, борющейся с системой, противостоящей холоду, испытывающей вот эту борьбу, на самом деле его можно было разбить. И я этого не сделала. Но сейчас Пухляша говорит о том, что не расстраивайся, у тебя есть время, ты все исправишь, все дополнишь, что ты хотела сказать. И момент безымянности именно Hidden Faces, то же самое, что если Банкси остается так же безызвестен до сих пор. Я уверена, что эта команда художников работает. То через два года, собственно говоря, я сломала эту систему. То есть я так бы и могла остаться в тени, но что-то, как всегда, пошло не так. Я стала слишком увлекаться именно социальными вопросами и инженерными строительными переговорами, заводами, производством там. И что вообще я делала? Красная шапочка, ты дура. Почему дура? Ну шапочка красная, колготочки красные, туфельки красные, помада красная, сумочка красная. И пакет для пирожков красный. В самом деле, что это я как дура. И Банкси за это все время развивался намного глубже. Он брал различные темы, опять же, с узнаваемыми образами. Его почерк трафаретных работ мы узнаем всегда и везде. Безусловно, он опылялся от других художников. Его работы становились все более плакатными. Его легко можно использовать в любой афише для пластинки, для музыкантов, для кино. Что делала я? Я сказала, я красивая. Я что-то делаю на импульсе, и я нифига не понимаю, что я делаю. Я просто делаю. Самый сильный такой перформанс, который был тогда сделан, это без вашей поддержки мы кастрированы. Когда трое ребят, двое из них медийных человека города, один молодой человек не так сильно, но дадим ему шанс. Они стояли в белых одеждах на остановке с кровью на паху и с плакатами, заляпанной кровью, где была вот эта надпись. Без вашей поддержки мы кастрированы. Хэштег теплые остановки. Эта акция реально бомбанула. И здесь дальше, да, учитывая, что у меня были политконсультанты, они говорят, так, Смарагдова, а давай теперь что-то вот по лайтове, не будь настолько сильно и кичевая. Понимаете, у меня была очень сильная команда консультантов, и я была такая загадочная женщина, когда я не знала, что сказать. Я говорила, мне нужно посоветоваться с моими консультантами. Но в тот момент, когда вы набираете команду, вы должны понимать ее специализацию. На чем ребята специализируются? На самом деле туда вы и придете, потому что окружив себя ребятами из политического пиара, из политики, из строительства, инженерии и архитектуры, но логично, что рано или поздно поезд свернул бы не туда. Да, ребята, например, из рекламной компании «Восход», которые непосредственно занимаются рекламой, продвижением, искусством и всего прочего, это немножко абсолютно другие мозги, и понятно, что стратегически они двигались более правильно. Итак, можно говорить долго, бесконечно. Жалею ли я о том, что я сделала этот проект? Абсолютно нет, потому что я вижу, что он дает результат. Могла бы я сделать намного лучше, чтобы я сделала по-другому, если бы я сейчас его за своим опытом, за своими мозгами бы начинала. И мы знаем, что Банкси все-таки, он самый такой социальный художник, и несмотря на то, что он был не единственный художник стрит-арта, и это не его новаторство, и даже и трафаретный стиль придумал абсолютно не он, но ключевые его пункты, почему он выиграл. Первое. Он затрагивал социальные темы, и они выглядели где-то как карикатура, где-то как отсылка к прошлым образом, начиная от классических произведений, заканчивая даже вот этой темой, когда бросают цветы, там у него есть вот этот парень-то такой. Это отсылка к хиппи, помните, да, когда они вдуло пистолетов, автоматов военных, клали вот эти цветочки такие, и вот этот символ, да, что мы за мир, за любовь. И Банкси использует образы детей, беспомощности детей, он использует те образы, которые нам абсолютно с вами понятны. Свисающий любовник голый, держащийся пальцами за корницей в окне, где выглядывают его любовницы и ее муж. Потому что это абсолютно понятные образы в этой ситуации, так или иначе, может оказаться любой из нас. Или, например, темы, когда с военными, когда они целуются, или когда они совершают какие-то такие вот обычные человеческие действия, и абсолютно там, например, писают на что-то, или там домработница, которая приподнимает как будто бы ткань, чтобы замести туда своим мусор, который неохота убирать. Эти чувства, которые знакомы абсолютно любому человеку, а я всегда говорю, что все мы по сути одинаковы, у нас разные только могут быть вот эти коды культурные, когда мы на что-то реагируем, ну, знаете, как вот в детстве, да, там, песня какая-нибудь вот играла из серии, там, ну, где же вы, девчонки, девчонки, девчонки? И я думаю, что поколение, мое поколение, оно с удовольствием вспомнит эту песню, возможно, будет ее подпевать. Но поколение, например, которым сейчас 16 или, наоборот, 60 лет, их эта песня не тронет, потому что они будут подпевать другими людьми. Такие триггеры, на которые человек срабатывает. Когда мы говорим, там, про Израиль, да, вот и сразу, там, у кого-то вспоминаются, там, ну, свои какие-то моменты, а у кого-то ничего не вспоминается. И, как говорится, есть специфические шутки, которые может понять только человек, который находит, представляет эту культуру, который погружен в это, с детства это все впитывает. И другие будут, все говорят, вы, про что, что, где тут смеяться? А на самом деле смеяться можно, если, опять же, ты представляешь эту культуру, и ты имеешь вот эти вот триггерные образы, которые Банкси как раз, в отличие от меня, активно везде внедрял. Дети, животные, ну, крыски, да, игрушки, бытовые сцены, с которыми сталкиваются все, война, мир, да, то есть, когда он делал эту шикарную работу с обезьянками, да, портретами, где он поменял лица парламентов, нельзя, наверное, сейчас хрен его знать с этой, ну, в общем, на животных, да, а вы, я думаю, знаете, каких животных. Вот, что сделала я? Я перепутала берега. Изначально два года, по идее, все двигалось в нужном направлении, и все шло абсолютно грамотно. И проект мог бы подняться на более высокий уровень и на более высокую популярность. Если бы я, к примеру, вынесла женщин из искусства transaction art, которые полны мои именно картины, фотографии, там, все прочего, на конкретную сцену, обозначив их, вот эту беззащитность женщины, замерзшей на остановке, вернее, потерявшей сознание от холода и откуда ждать помощи, да, вот эту тему можно было действительно обыграть, потому что женщина, несмотря на то, что сейчас раздвигаются границы возможностей для женщины, но на самом деле она еще очень не свободна. Все еще работает патриархат, все еще работают какие-то вот такие гендерные вещи, и, ну, правильно же говорят, что даже зарплаты у женщин могут быть намного ниже на тех же самых должностях. И же мать с пятью детьми в офисную работу, наверное, на офисную работу, если выбирать между матерью с пятью детьми и мужчиной, ну, наверное, больше выберут мужчину, да, вы понимаете, другая зона ответственности ложится на женщину чисто исторически, генетически и прочее другое. И этот образ можно было бы с ним поработать, проработать, я его не проработала. Вот только Маша, наша, да, вот звезда, секс-символ нашего проекта сыгралась с этой темой. У меня она пришла незамеченной, к сожалению, да. А следующий момент, что я могла бы сделать, учитывая, что я откровенно говорила, знаете, такой вот, ты говоришь одно, да, но твои действия противоречат. Я говорила тем, что я не строитель, не политик, не соцработник, никакого отношения, кроме как искусства, которое рассказывает и популяризирует эту проблематику ценности человеческой жизни, забота о людях, о гражданах. Как бы я говорила, что я этим заниматься не буду, но почему-то я этим очень активно начала заниматься и вмешиваться в этот. Я делала призывы конкретные, я работала на пропаганду, популяризации ценностей человеческой жизни, все об этом кричала в моих словах, и при этом я говорила, ребята, не-не, я художник, с меня много не требуете, я не про это, я про искусство. И момент в том, что я конкретно требовалась администрации города и области, чтобы они принимали конкретные шаги. Так художники не поступают. Я перешла эту грань. А учитывая, что политика мне была изначально неинтересна, соответственно, сделав последний перформанс, баллотируясь к губернаторе, я ушла в никуда, по-французски не прощаясь, как женщина-загадка. И вот это была моя основная такая тоже тактическая ошибка, что я сбилась с берегов. Проработать огромное количество образов можно было. Я этого не сделала. Опять же, потому что у меня свернулись радары, и только сейчас я это все понимаю спустя три года. Но строят теплые стены. Бесславные ублюдки свое дело сделали, так или иначе. На благо людей. Пусть развиваются, я вот только за любой кипиш, кроме голодовки. И, например, с точки зрения, опять же, возвращаясь к восходу, как они сумели одну акцию превратить, сделать на этом даже целую карьеру. Да, там эта акция дала карьеру для, в том числе, одного из директоров этого проекта. Что сделала за семь лет я, как художник, но это и осталось в рамках внутри одного города. В чем была моя расплата? В том, что я больше с Екатеринбургом не работаю. Из-за того, что я пересекла вот эту грань искусства, политика и социальные проекты, мне весь город помогал, честно скажу. Но для меня закрылись все галереи, потому что по современным, скажем так, реалиям нельзя работать с художником, который непонятно, ты политикой занимаешься? Нет-нет, я не политикой, но ты занимаешься политикой, да? То есть в России это грань, которую нельзя переходить, и люди просто боятся с таким материалом работать, хотя все все понимают и все были на моей стороне. Но опять же, я поделилась с вами всем, чем я знала, и как итог. Ребята, когда вы четко выходите на тропу искусства, занимайтесь только искусством, потому что мне звонят, иногда девочки начинают рассказывать, что они там хотят что-то там делать, и социальных, я говорю, ребята, не лезьте, не лезьте, иначе вы поплывете, уплывете и потонете, и если будет возможность, конечно, выплывете. Не тратьте время заря, дорогие художники, дорогие мои коллеги, москвичи, израильтяне и другие русскоговорящие ребята, которые занимаются творчеством, занимайтесь творчеством, будьте такими, как Банкси, и у вас все получится. С вами была Леня Смарагантова и рубрика «Сделано на коленках». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. Я вас очень люблю. Пока!